И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Интересно, что на иврите фраза «и придут на тебя», произнесенная в отношении как благословений, так и проклятий, означает «будут внесены как дары во святилище». Если же это в отношении проклятия, то в капище. Будут приведены как служители святилища. Если это проклятие, то как служители капища. То есть благословения будут приведены в твое святилище как слуги. «Настигнут тебя как жатва, как возмездие. Окружат тебя как воинское ополчение». То есть или воинское ополчение, состоящее из благословений, или воинское ополчение, состоящее из проклятий. «Будут преследовать тебя, куда бы ты ни обратился». То есть если мы исполняем и слушаем гласа Господа Бога нашего, то тогда благословения будут просто преследовать нас, где бы мы ни были. Равно и если мы не слушаем гласа Господа Бога нашего, то тогда проклятие преследует нас, куда бы мы ни обратились. «Станут одеждой, в которую ты будешь одеваться. Будут возложены на голову твою как венец». Вот на иврите такое значение имеет эта фраза «и придут на тебя, постигнут тебя, будут гнаться за тобой, будут преследовать тебя». Для исполнения благословений, согласно Писанию, необходимо не устремляться за благословениями, а сосредоточиться и сфокусироваться на слушании и повиновению гласа Господня. Такое поведение будет рассматриваться Писанием исполнением своей роли, выраженной в послушании заповедям Божьим. А для исполнения проклятий необходимо сфокусироваться на благословениях, то есть взять на себя исполнение роли Бога. Такое поведение является неповиновением и гордыней, и будет рассматриваться Писанием, попыткой занять место Бога. Исайя 66, 2. «Так говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Во-первых, смирение в данном случае – это добровольное согласие с тем, что Бог позволил нам иметь. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны». 1 Тимофея 6, 6, 8. Во-вторых, смирение – это согласие с тем, что и каким образом Бог повелел нам искать. Матфея 6, 33. «Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». То есть здесь явно четко обусловлены роли Бога и человека. Роль человека – искать Царство Божие в правде. То есть таким образом мы слушаемся заповедей Божьих, когда ищем Царство Божие в правде. А Бог в это время начинает заботиться о благословениях. Он говорит, «И это все приложится вам». Это две различные роли. Нам ни в коем случае нельзя поменять их. В-третьих, смирение – это согласие с тем, кем нам следует быть или какому образу нам следует быть подобным. Луки 12, 36. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворите ему». То есть внутренняя готовность ожидания явления Господа Иисуса Христа. Как только постучит и скажет «Я гряду», чтобы мы не заметались, что святильники наши гаснут, чтобы у нас было все готово, чтобы мы воскликнули «Ей, гряди, Господи Иисусе!». В-четвертых, смирение – это поклонение Богу в духе и истине, выраженное в признании власти Бога и отдавание Ему его собственности, выраженной во всех первенцах, которые представлены в формате десятин. Исход 34, 19, 20. «И сказал Господь, «Все, разверзающееся ложесно мне, как и весь скот твой мужского пола, разверзающий ложесно из валов и овец, первородный заслов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его, всех первенцев и сынов твоих выкупай, пусть не является предлицо мое с пустыми руками». Здесь имеется в виду, с первенцем ты должен прийти. И мы знаем, что слово «первое» – это десятина, это формат десятины, пусть не является предлицо мое с пустыми руками. Поэтому, чтобы поклониться Господу в духе и истине, чтобы сфокусироваться на слове Божьем, что Бог сегодня хочет нам сказать, что Он хочет приоткрыть, чем Он хочет нас утешить, то мы сейчас станем, будем петь песню «Вслед за Иисусом шагаю я вперед» и будем служить Ему десятинами и приношениями, поклоняясь Ему, выражая свою любовь и признавая в этом Его власть. Встанем, пожалуйста. Позвольте напомнить, всякий раз, когда Израиль приносил десятины приношения в Дом Божий, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил от Бога, возлагать свои руки на свои приношения пред Богом и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности пред Господом на ваши приношения и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, я не отдаю для мертвого, я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Благослови вас Господь, можете садиться. Благослови вас Господь. Благослови вас Господь.